В эфире слияние поглощения на первом деловом студии Дарья Литвинова. Здравствуйте! Shell покупает биджи, несмотря на кризис низких цен на нефть. Microsoft покупает разработчика умной экранной клавиатуры, а китайский химический гигант потратит 43 миллиарда долларов на швейцарского конкурента. Об этом и не только. Далее. Китайский химический гигант покупает швейцарского конкурента за 43 миллиарда долларов. Это станет абсолютным рекордом для Китая в плане иностранных инвестиций и сделок. Национализировать предприятия не планируют. Менеджмент швейцарской компании продолжит свою работу, при этом китайцы делегируют совет своего главу. Чемчайна, государственная китайская компания, одна из крупнейших агрохимических мира, имеет фантастический послужной список. Компания не только покупала компании за пределами Китая, но и успешно сохраняла менеджмент и внутреннюю культуру компании, в которые она инвестировала. Синджента – один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. В швейцарской компании работают более 28 тысяч сотрудников. Офисы компании расположены в 90 странах мира. Американо-канадская медиакомпания Lionsgate Entertainment Даймонд планирует возобновить переговоры о покупке сети платного ТВ «Стартс». Переговоры находятся на раннем этапе и могут не увенчаться успехом. Lionsgate почти купила «Стартс» в декабре 2014 года, но решила отказаться от сделки из-за ценника и опасений в отношении размера налоговых выплат. В 2015-м «Стартс» обменял 4,5% своих акций на 3,5% Lionsgate, что было многими сочтено предвестием слияния. Контролирующий «Стартс» Джон Мэллоун может быть заинтересован в сделке с Lionsgate ввиду производимого той контента. Lionsgate сняла фильм о голодной игры «Пила. Послезавтра. Дивергент». Капитализация – 3,740,000,000 долларов. Японский производитель электроники Sharp начал эксклюзивные переговоры с тайваньской Foxconn Technology Group. По данным источников, Foxconn улучшила предложение о покупке Sharp до 5,5 млрд с 5,4 млрд. Сделка, если эта состоится, станет одним из самых крупнейших приобретений японской компании зарубежным игроком. Sharp, испытывающая серьезные финансовые сложности, еще в прошлом году получила два предложения о покупке от Foxconn и от японской корпорации Innovation Network Corporation of Japan. Изначально заявка INCJ считалась более перспективной, поскольку это предложение включает условия об удержании бизнеса Sharp в руках японских инвесторов. В сообщении Sharp отмечается, что INCJ по-прежнему рассматривается в качестве кандидата, который может принять участие в реструктуризации компании. На рынке интернета вещей появится новый мощный игрок. Корпорация Cisco планирует купить Jasper Technologies, которая разрабатывает облачный сервис для управления подключенными к интернет-устройствами. Сумма сделки составит 1 миллиард 400 миллионов долларов. Поглощение позволит Cisco предложить рынку комплексное решение, открытое для поставщиков устройств, интернета вещей, разработчиков приложений и всей партнерской экосистемы. Интернет вещей сейчас является одним из наиболее перспективных рынков для поставщиков облачных услуг. За последнее время на нем отметились Amazon, Microsoft, Intel, IBM и многие другие гранты. Стартап Jasper был создан в 2004 году и располагается в Санта-Клара, Калифорния. С компанией работают более чем 3500 клиентов, среди которых AT&T, McDonald's, SoftBank, Subaru и Uber. Машиностроительная компания Civmac приобрела крупнейшую частную судостроительную компанию ForceJax. Сумма сделки 14,5 миллионов долларов США. Компания рассчитывает принять участие в государственной программе военного судостроения общим объемом около 80 миллиардов долларов. Сделка включает производственный комплекс и земельный участок площадью в 23 гектара в Тамаго, рядом с Newcastle. Покупка позволит Civmac усилить присутствие на востоке Австралии. Неожиданную покупку сделала компания Shell. Объявили о приобретении британской BG, которая является производителем газа и нефти. При этом удивительным является не сама покупка, а период, ведь цены на нефть только стабилизировались. Однако более 83% акционеров поддержали покупку. По мнению аналитиков, это может означать, что ценовой кризис подходит к концу. В компании прокомментировали, что данная покупка поможет Shell увеличить денежные потоки и выплату дивидендов. BG сможет нарастить объемы производства, которые начали сокращаться по причине выросшей ценовой конкуренции. На рынке сделку уже назвали стратегической. Она должна позволить компании расти быстрее, когда начнется восстановление цен. Параллельно с разработкой собственной клавиатуры для мобильных устройств Microsoft собирается поглотить британский проект SwiftKey. Компания официально объявила о новом приобретении в своем блоге. Сумма сделки составляет около четверти миллиарда долларов. Эксперты считают, что Microsoft в первую очередь интересует технология искусственного интеллекта, на базе которой работает экспериментальная версия SwiftKey. SwiftKey была запущена на Android в 2010 году, а с выходом iOS 8 она стала доступна пользователям iPhone и iPad. Сторонняя клавиатура поддерживает скользящий вот и обладает одной из лучших систем предугадывания слов. Недавно разработчики та же представили клавиатуру для людей с дислекцией. Она позволяет общаться посредством символов картинок и построить из них целые предложения. Сегодня SwiftKey установлены на более чем 300 миллионах устройств. Мало того, ее технология предикативного ввода используется в системе ASAD, с помощью которой Стивен Хокинг общается с миром. Такими были международные сделки, что происходит на украинском рынке, расскажет Евгений Бенца. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, Дарья. Альфа-банк подписал соглашение о покупке Укрсоцбанка, Дмитрий Фирташ ведет переговоры о покупке ВОК, а корпорацию Рошен передали в независимый слепой траст. Юникредит-группа и компания акционера Альфа-банка подписали соглашение о покупке Укрсоцбанка. После закрытия сделки, UCG и глобальная итальянская банковская группа станет миноритарным акционером АБНН. Эта сделка является одновременно тактической и стратегической. Сделка позволит создать ведущего игрока в розничном и корпоративном банкинге Украины, имеющего мощную платформу для роста и развития. Закрытие сделки ожидается в 2016 году. Дмитрий Фирташ ведет переговоры о покупке контрольной доли в группе ВОК, владеющей одной из крупнейших сетей АЗС, насчитывающей более 500 станций по всей стране. Основными собственниками группы ВОК до последнего времени являлись Игорь Еремеев, Степан Ивахев, Петр Деминский, Сергей Лагур, которым принадлежало по 25% группе «Континиум». В августе этого года основатель и идеолог ВОК Игорь Еремеев ушел из жизни в результате несчастного случая. Однако в компании, говорят, это было только одним из факторов, который повлек за собой переговоры по продаже. У Фирташа еще с 2010 года было право первоочередного выкупа доли в компании, которую он намерен реализовать. Покупка касается только сегмента торговли нефтепродуктами группы «Континиум». Информацию о том, чья доля может перейти к Фирташу, не раскрывают. Акционеры «Галичфарм» Львов, входящую в фармацетическую корпорацию «Артериум», намерены на неочередном собрании 23 февраля принять решение о частном размещении акций. Как сообщила компания, на собрании акционеры также планируют рассмотреть вопрос об увеличении основного капитала путем частного размещения дополнительных акций за счет дополнительных взносов. Президент Петр Порошенко заявляет о передаче своей доли в кондитерской корпорации «Рошен» в независимый слепой траст. Поясняют, на все время каденции Порошенко как президента. Ни он, ни кто другой не может этот траст разорвать. Также по этому договору ни одна его подпись, ни одно указание не имеет никакой юридической силы. В качестве управителя этого траста назначен респектабельный иностранный банк первой категории, который будет владеть, контролировать и управлять активами. Президент заверил журналистов, что стандарты слепого траста используются европейскими и американскими ведущими политиками в идентичных ситуациях, и он является единственным инструментом устранения конфликта интересов. Петр Порошенко отметил, что банк, который является управителем траста, имеет также доверенность на 4 года на переговоры о продаже активов. Дария? Спасибо, Евгений. На сегодня у нас все. В студии была Дария Литвинова. Оставайтесь с первым деловым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова